Здравствуйте, друзья! Как вы знаете, Ярославль принимает большой, масштабный праздник еды. Называется он «Пир на Волге». Я решил узнать подробности у его идейного вдохновителя и организатора Юлии Скороходовой, а она взяла и пригласила меня на мастер-класс. Юля, почему так произошло? Рассказывай. Когда мы задумали «Пир на Волге», мы долго думали, что как это сделать, как это реализовать, и мы понимали, что мы не справимся одним. На одном из мероприятий, на одном из мастер-классов я встретила замечательных, удивительных профессионалов и людей. Я увидела, что творит вообще с тестом, как играет на пицце Сергей Кашлаков. И поэтому сегодня я пригласила наших партнеров, наших главных партнеров, из которых это мероприятие бы просто не состоялось. Я даже, наверное, уже могу себе позволить в качестве наших друзей по «Пиру». Владимира Квасова, директора Ярославского представительства компании «Моспосуда», и Сергея Кашлакова, бренд-шефа компании. Компания занимается оснащением ресторанов, и поэтому все, что будет происходить на площадке «Пира», связанное с приготовлением еды, будет возможно только благодаря этих замечательным людям. Владимир, зачем компания, которая занимается поставкой оборудования для ресторанов, бренд-шеф? Ну, все на самом деле достаточно просто. Наша компания на рынке больше 10 лет, и в какой-то момент стало понятно, что недостаточно поставить оборудование. Не секрет, что кадры решают все, и начинает не хватать людей, которые умеют работать, которые знают как. И мы поставили себе цель не помогать людям научиться, увидеть, передать, перенять какой-то опыт. Так, Сергей, ну, с чего начинается пицца-йола? Я думаю, что все мы сегодня, Юля и Владимир, себя попробуем в этой роли, так? Сергей, я хотел бы тоже немножечко про Сергея сказать. Он так заскромничал, сразу сказал, что я буду готовить, и все. А на самом деле он у нас в этом году ездил в Италию на чемпионат мира по пицце, вот, в рамках сборной команды России. И поэтому вот все, что мы сейчас здесь с вами попробуем, можно честно сказать, что профессионал итальянский. Это настоящий итальянский. Трогал, трогал, трогал в настоящую итальянскую землю. Будем готовить? Да, хорошо. Я готовлю традиционную по итальянской технологии дрожжевое тесто. А я правильно понимаю, Сергей, вот как раз такой мастер-класс вы будете показывать на пире для деток, для наших маленьких шеф-поваров на детской площадке? Да, да, да. Итак, мы начинаем делать. Любое блюдо требует аккуратности, подхода прошла. И пицца не исключение. Как вы знаете, что пицца должна быть под бортиком. Мы делаем бортик. Юля, вы будете мазать соусом. Уходим в моцареллу. Ну и конечно, конечно, как же без итальянского моцарелла. И в печь. Как Ивашку. В сказке. Ну вот на самом деле у коллег очень много всевозможного оборудования, потому что вот не только итальянскую пиццу на их оборудование можно приготовить, потому что у нас будет на пире чемпионат кухонь России, и туда приезжают... Пельмени будут браться? Абсолютно неожиданно. У нас готовили повара из Чукотки, из малонемецкого автономного округа, из Севастополя, из Сазарстана. Они привозят там эстрадонину, оленину, и будут готовить и пельмени. И все это будет сниматься и транслироваться на большой экран. Но вся сцена, на которой повара работают прямо на глазах в Думанной публике, она тоже требует максимального, очень сложного оборудования. У меня сейчас уже текут слюнки. Я понимаю, что там будет невозможно не есть. Невозможно, нет, невозможно не есть абсолютно, потому что будет кругом пахнуть все будет, во-первых. Во-вторых, кругом вам будут все это показывать, вы будете сами учиться. Потому что то, что мы сейчас смотрим, как готовит Сергей, это один вариант мастер-класса. А опять же мы совместно сделаем площадку, где не просто нужно будет посмотреть, как готовят повара, а где мы застраиваем рабочие места для участников. И вот каждый, как мы сейчасаем, мы не просто будем подмастерами, а у нас у каждого будет своя плита, свои... Своя лопата. Своя лопата. Да, да. И мы будем радостно повторять, значит, все волшебные мистические движения. И шеф-повара, которые приезжают к нам из Испании, из Исландии к нам приедет чемпионка мира по кондитерскому искусству. Приедет шеф-повар посольства Перу, будут наши шефы ярославские. То есть в течение всего дня можно будет встать за рабочее место и почувствовать себя настоящим шеф-поваром. Ну, а для Сергея, для мастер-класса мы придумали самые, наверное, интересные, да? То есть мастер-класс для деток. То есть пиццы самые разные, каждый час будет проводиться мастер-класс, будут приготовляться сладкие пиццы, закрытые пиццы, классические пиццы. Ух ты! Ничего себе! Смотрите, какая красота! Я предлагаю Юле как главной на этом празднике. Да, обязательно. Юль, вот скажи, ты специально выбрала... Мероприятие именно с едой делать. Гастрономия – это очень легкий повод познакомиться и пообщаться. И вот лишний раз доказать все того, что мы вот здесь, и то, что мы так легко находим общий... Не зря же люди, чтобы когда собираются... А как поехать хочется в Италию теперь. Медленно, да, да. Поэтому я понимаю, что на нашей площадке люди не только будут отдыхать, досидеть, покушать все это, но еще и знакомиться друг с другом. Я все-таки с вашего разрешения отнесу кусочек оператору, потому что он такими голодными глазами на меня смотрит. Женечка, это тебе. Ну, как говорил барон Мюнхгаузен, и это еще не все, потому что мы совместно решили приготовить пиццу уже с наполнительными. Не вегетарианскую, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Мы будем готовить традиционную пиццу в текароне. Любимую с колбасой. Да, ну и пока у нас подглавительный процесс происходит, Юль, еще что мы на празднике можем увидеть? Кого пригласили? Как будете развлекать народ? А еще мы забыли об одной очень важной площадке, очень интересной. У нас будет проходить чемпионат по грилю. Там у нас будут команды соревноваться, наших легенд и звезд нашего хоккея, локомотивных. Сборная Волковского театра. Наши уважаемые представители нашей прессы. А также наши спонсоры и партнеры, которые участвуют. Обязательно будет мастер-класс от Николая Боратова, автора всех знаменитых книг про гриль и барбекю в России. Он покажет мастер-класс, то есть мы всех научим, не надо волноваться. Сергей, видимо, дашь наша помощь. Да, и нужна ваша помощь. Опытная пицца-йола Юлия Скороходова сейчас. Опытная, рукой две ложки в центр. Также две ложки в центр. Идем про состав. Что здесь? Состав соуса, соответственно, помидоры итальянские, очищенные. Базилий, как видите, зелененький. Здесь немножко чеснок. Конечно, оливковое масло. Соль, перец. Так, наконец-то. Наконец-то вашу это. Просто, да, чтобы показать, у нас как бы существуют пепперони и солями. Чем отличаются? Это просто солями с перцем. Хорошо. Ну, я на самом деле немножечко подготовлен, потому что раскладываю колбасу. Я, как папа троих детей, знаю, что есть один принцип. Колбасы должно быть побольше. Поэтому, если будут переусердствовать, поправляйте, Сергей. Кстати, к слову о папах, опять же, опять же, на пире будет масса спортивных площадок. То есть все, что папы съедят с мамой, со своими детьми, можно будет потом на всевозможных спортивных активностях растрясти, потратить. А мне кажется, самое главное вообще в жизни, вот этот баланс, правильно, соблюдать? То есть вкусно поел, хорошо поработай. Хорошо поспал. Хорошо поспал. Вот это единственное, чтобы не посмотрели. Ну как же, мешки для отдыха будут раскиданы, пикниковые места будут, поэтому... Пока пицца готовится, я тебе задам меркантильный вопрос, который наверняка волнует всех ярославцев. Смотри, вход бесплатный, так? Да, да. А вот попал я туда, вошел и дальше должен всем заплатить или как? Да, вход действительно бесплатный. Более того, участие во всех мастер-классах будет бесплатное. Можно будет попробовать и продегустировать практически у всех на стендах продукцию. Но даже если вы пойдете в ресторан и захотите себе пить замечательное блюдо из фестиваля Мюю, потому что все рестораны подготовились, совершенно потрясающе уникальное Мюю, но цены будут абсолютно демократичны. Это наши принципиальные условия для всех участников. У нас поддержали все, кто в пили и участвует. Поэтому каждый сможет себе не раз или не два что-нибудь попробовать купить. И на ярмарке будут специальные скидки, специальные цены. Поэтому все готовятся, участники порадовать Ярославцев, чтобы был настоящий праздник, чтобы люди ни в чем себе не отказывались. Ну а у нас на столе уже появился настоящий праздник. На самом деле, пока мы разговаривали так, за разговором, как там, в хорошей компании, да, время летит незаметно, уже пицца... я забыл. Пепперони. Пепперони, да, называется. Совместный продукт творчества Юлии Скороходовой, Владимира Квасова, Сергея Акшлакова и Сергея Муканова. Вот мы взяли, собрались и поговорили, и поели, и появились перспективы на будущее. Вот, мне кажется, именно такие мероприятия нужны Ярославлю. Будет что-то дальше? Как будете дальше развивать? Мероприятие должно и будет ежегодным. Оно будет, я думаю, год от года интереснее, масштабнее, потому что у нас уже столько идей на следующий год, что уже стрелка, мне кажется, нас всех не вместит. И более того, мы планируем спускаться вниз по Волге и делать пир на Волге и в других полгских городах. Поэтому я думаю, что лет через пять мы услышим, что пир на Волге – это вот самый длинный стол Российской Федерации, за который сядет просто тяга. От Ваудая до Астрахани будут есть в этот день люди. Да, да. Супер. Ну что ж, спасибо вам, удачи. Очень приятно было познакомиться. Я думаю, что столько профессионалов собираются, что люди увидят и встретятся с новыми необычными блюдами, что бизнесмены встретятся с бизнесменами, подружатся. И все это для того, чтобы наша страна развивалась, процветала и радовала своих людьми. Это я заслужил аплодисменты. Ну, а безусловно, сегодня аплодисменты все Сергею Кашлакову, потому что он для нас приготовил то, что пахнет. Мы налетаем, извините, пожалуйста. Приходите, друзья, на пир на Волге, угощайтесь вкусной пиццей, знакомьтесь с интересными людьми и, конечно, смотрите утренний фреш.